вы в эфире здравствуйте сейчас мы так поставим красивенько так ну что мы подключились мы в эфире здравствуйте так но мы буквально несколько минуточек буквально сейчас подождем чуть-чуть потому что мы только подключились на минуточку тут задержались и сегодня у нас четверг мы проведем прямой эфир сейчас программа пригласит кого-нибудь к нам еще так вот нас уже трое так сегодня у нас четверг 20 апреля и мы как обычно проводим прямой эфир в контакте не ждем гостей которые присоединятся к нам хочу занять совсем немножко вашего времени и поговорить о дизайнах о дизайнах на на точках так вот нам начинают девчонки подключаться так всем здравствуйте девчат надеюсь кому-то будет еще интересно наша сегодняшняя тема наша сегодняшняя тема будет про новые гель-лаки которые вышли недавно у компании эми такая красивая коробочка чтобы у нас резкость была четкая так потихонечку подключается так девчат здравствуйте всем сегодня у нас четверг 20 апреля два часа дня и мы как обычно проводим мастер-класс прямом эфире и сегодня с вами буду я наталья как люгина я инструктор школы екатерина мирошниченко в городе ростове-на-дону значит сегодня в моем задании провести мастер-класс и сделать дизайны при помощи гель-лаков которые вышли у нас совсем недавно вот такой вот красивый некий набор очень стильная коробочка очень стильная коробочка называется наборчик from the from from down туда туда да 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 вот так вот будем читать from down туда ск это гель-лаки здравствуйте вот значит это набор гель-лаков который состоит из шести цветов из шести оттеночков с 403 номера по 408 номер я немножко заранее сделала выкраску сейчас я вот так вот отставлю чуть-чуть в сторону сделала выкраску с 403 номера по 408 и так значит 403 номер энергетическая волна вот такой вот а подождите вот так вот поверну буду так по одному номеру брать в руки чтобы вот такой красивый такой знаете такой ближе коралловому что ли оттенку значит 403 энергетическая волна 404 номер нефритовый лайм вот такой вот красивый яркий сочный оттенок дальше у нас будет оттеночек 405 облака дыма для любителей таких знаете нюдовых оттеночков которые под натурель да набор прикольный потому что очень разного направления цвета в нем собраны так 406 номер это у нас янтарная смола вот такой вот красивый коралловый оттеночек 407 номер это у нас цветочный каскад 407 глубже в ручку чуть ровнее так ну 408 ловец снов ловец снов и так 403 номера по 408 девчат новая коллекция гель-лаков которые будем позиционировать такие уже более летние цвета да уже далеко не весенние а уже такие летние цвета после нежных пастельных таких вот няшечных пуси-пусечных цветов гель-лаков вышла такая вот более серьезная коллекция причем очень красивые цвета очень сдержанные красивые ну на самом деле неоновых цветов допустим к лету у нас и так предостаточно в наших коллекциях гель-лаковых поэтому вот этот наборчик он конечно будет такой более солидный более такой вот по-взрослому смотрящийся так и конечно я тут значит для того чтобы как характеризовать начала мониторить смотреть что же пишут наши продуктологи да об этих цветах слушайте я прочитала и мне так понравилось не так и хочется прям даже вам вот зачитать 6 оттенков для самого прекрасного сезона в году когда можно проводить время весело небо чистая трава зеленая теплый воздух обнимает яркая оригинальная цветовая палитра призывает к экспериментам сочетание в коллекциях оранжевого кораллового с фиолетовым цветом или зеленого с красным кстати но вот зеленого с красным не знаю мне не очень как бы вот по душе вот обычно бывает когда вот особенно смешиваешь какие-то гель-лаки зеленых оттенков с красными с оранжевыми немножко кажется как грязь какая-то получается но если вот их и не смешивать а просто вместе они будут как бы участвовать в дизайне на ноготочках и мы же не говорим с вами про дизайн на всех десяти пальцах мы же говорим с вами про дизайн на одном на двух пальчиках вот и принципе прикольно получается мне принципе понравилось вот так вот сочетать их между собой. Итак, продолжим. Зелено-красные оттенки – это восточная комбинация цветов, построенная на легком тепловом контрасте. Высокопигментированная формула гель-лака обеспечивает стабильные цвета на протяжении всего периода носки, а благодаря идеальной вязкости гель-лака быстро самовыравнивается и со очень быстро высыхает в лампе. Очень удобная кисточка, девчат, тоже покрывала. И на самом деле продуктологи тоже наши пишут о том, что оригинальная полукруглая кисть обеспечивает равномерное покрытие и позволяет нанести материал максимально близко к кутикуле и боковым валикам. На самом деле очень удобная действительно кисточка, ничего не могу сказать, покрывала. И очень даже впечатлилась прикольно на самом деле. Плоская. И вот смотрите, сейчас постараюсь все лишнее убрать. И полукруглая кисточка. Очень удобно, действительно, как бы классно наносится. Но очень плотным словом. Даже вот я покрывала, даже делала вот образцы, готовилась к прямому эфиру. И в принципе все цвета эти, конечно же, ложатся в один слой. И как бы уже все хорошо как бы видно и без всяких там нареканий. Так, ну и хочется сказать про набор, да, про фсам. Палитра состоит из шести плотных оттенков, сочетание которых создает впечатление нежности и яркости одновременно. Все очень сдержанно, изысканно, элегантно. Ну на самом деле да, эти такие цвета не усипусечные, а такие более солидные. Так, 407 Мария пишет. Круто смотрится на ногтях, нанесла к ленту в один слой. Очень плотный, консистенция комфортная в нанесении, нереальный цвет. Да, вот я в принципе не успев прочитать, Марин, ваши комментарии. Я на самом деле все это проговорила. Поработала уже со всеми оттенками, клиенты в восторге. Ну и замечательно, правильно, Татьяна? Ну на самом деле классно как бы. Я не могу сказать, что это прям совсем дешевые гирлаки. Ну нет, конечно, есть намного дешевле, но есть и намного дороже. То есть это в любом случае такой идет средний, да, чек идет вот за гирлаки. И на самом деле как бы они и стоят того. Потому что действительно материал очень хороший. Я вот часто говорю, что бывают цвета, которые, например, мне бы, например, не очень зашли. Но как бы качество самого гирлака, конечно, как бы очень хорошее. Так, со всеми искали этот формат. Да, ну в комплектах всегда входят ложечки, да, то есть которые я выкрасила. И, девчат, есть набор, который расфасован по 9 миллилитров. И есть наборчик гирлаков по 6 миллилитров, да. То есть у кого очень много клиентов, имеет смысл купить, допустим, целый набор. У кого нет небольшого количества клиентов, имеет смысл, допустим, купить такой набор как бы объемом 6 миллилитров. Так, ну и все. В принципе, по гирлаке мы поговорили. Коробочка шикарная. Все красиво видно. Ложечки есть. И еще раз напомню о том, что называется наш набор, которому мы сегодня посвятим время. Это From Down to Dusk. Так, 6 оттенков с 403 по 408 номер заговорюсь. Пытаюсь говорить быстро. Ну и мы сегодня, конечно же, поработаем с этими цветами, попробуем с ними что-нибудь эдакое сделать. Ну а что-нибудь эдакое, я, получив задание на прямой эфир, подумала, что надо вспомнить очень интересную старую нашу технику, которая называлась Nail Krust. Nail Krust – это такой объемный дизайн на поверхности, на готовой поверхности ногтевой пластины. И раньше у нас, ну чуть-чуть буквально вот несколько лет назад, о боже, даже страшно подумать, что я так что это говорю. Значит, были слайдеры с рисунками, которые мы приклеивали на поверхность, ну на липкий слой, допустим, там базы, либо у нас есть слайдер топ. Значит, и закрывали слайдеры топом, и сверху по готовой поверхности с помощью M-пасты делали объемный дизайн. Что такое M-паста? M-паста – это гелевые краски, которые после просушки не имеют дисперсионной пленки. То есть гелевые краски без липкости. Эти гелевые краски мы не использовали никогда для покрытия ногтей. Эти гелевые краски мы всегда использовали именно для рисования. И вот, используя слайдер с рисунком, мы выполняли дизайн, то есть как бы, ну грубо говоря, по контуру этого рисунка. То есть мы делали рисунок его более объемным. Причем M-пасту мы могли взять в чистом виде и разукрасить этот слайдер, перекрытый топом. Могли просто раскрасить как разукрашку. А могли соединить M-пасту с гелем жидкий камень и сделать рисунок более объемным. Потому что гель жидкий камень, M-пасту при смешивании делал не очень густой. И мы выполняли дизайн именно как бы, M-паста смешанная с гелем жидкий камень и выполняли объемный дизайн. И в принципе, сегодня я хочу вам, может быть, кто-то это увидит в первый раз, а кто-то просто вспомнит, что есть такая техника. Вот, значит, M-паста нам потребуется. Причем M-пасту взяла буквально простой классический набор. Потому что из классических цветов, которые входят в наш наборчик, можно намешать любые цвета, которые в душе вашей угодно. Так, присоединились, присоединились, пока больше вопросов нет. Значит, продолжим дальше говорить. M-паста нам потребуется, гель жидкий камень. Все я приготовила. И, конечно же, хочу посвятить немножко, буквально несколько секунд пластине для стемпинга. Да, стемпинг – это у нас техника. Пластина у нас уже вышла. Ну, я не могу сказать, что их прям очень много. Но они все очень кайфушные. Там и с текстом газетным, и с всякими рисунками, и с значками, и так далее. Ну, вот одна пластина, которая как раз-таки и вышла, посвященная нашему старому курсу NL-Crust. Здесь всеми, кто давно с Эмми, на этой пластинке четко узнаются рисунки, которые мы когда-то прикрепляли в виде слайдеров на поверхности, потом закрывали топом и делали объемный рисунок. И сейчас, как бы можно, например, полюбившиеся элементы, вот такие вот, Екатерина Николаевна собрала на одну пластину. Конечно, советовалась с инструкторами по всей стране, какие бы вам хотелось увидеть, ну, полюбившиеся элементы из этой техники, из этого курса NL-Crust. Вот, значит, и вот были собраны эти элементы на одну пластинку. И вот как раз-таки этой пластиной мы сегодня и воспользуемся. Пластинка «Цветы и узоры» называется. Вот, и вот так она выглядит у нас, видите, я ее, конечно, тут натерла перед мастер-классом, чтобы она была чистенькая. Так, ну и в принципе, в принципе, все. Ну, а дальше уже по мере посмотрим, что нам дальше потребуется, то и возьмем. Так, значит, ну, конечно же, я предлагаю сразу сделать не просто однотонное покрытие, а вспомнить про градиент, напомнить вам о том, что кисточки, когда вы готовите к рисованию, ну, к дизайну, да, к выполнению дизайна, мы обычно, девчат, промываем в капельки базы. Так, ну, я вот так вот на экран покажу, чтобы было видно, что рисунок у нас вот так объемный, на готовой поверхности. Видите, вот эти веточки, цветочки, вот листочки, да, это вот как раз-таки варианты, сделанные им пастой, смышленный с гелем жидкий камень, и сделан вот такой вот объемный интересный вариант дизайна. Сейчас мы с вами это все дело сделаем. Так, ну, а пока, пока перед началом работы я обычно кисточку смачиваю в капельки базы. Просто база. Капелька базы и кисточку для градиента. Смешаю в капельки базы. Так. Вытираем просто салфеточкой безворсовой. Так, ну, и быстренько делаем градиент. Ну, давайте мы какие цвета возьмем. Можно она не на весь ноготь сделать, можно сделать на весь ноготь. Вот так, чтобы было лучше видно. Ну, давайте возьмем, например, 406 номер, да, такой коралловый. И второй цвет возьмем чуть потемнее. Переход будет на самом деле очень легкий, потому что цвета очень близки по значению. И вообще, как правило, те цвета, которые собраны в один набор, они, как правило, очень хорошо, легко сочетаются, ну, друг с другом. То есть, гриллаки, которые входят в один и тот же наборчик. Так, ну, давайте. Верх будет у нас чуть посветлее. Так, ну, давайте мы не будем на весь ноготь, да, делать, как вы думаете. Давайте вот тут вот. Я подумала, у меня уже есть вариант в эту сторону, вдруг в ту сторону, поэтому будет в эту. Значит, примерно на одну третью часть ногтевой пластины мы наносим с вами один цвет, примерно на две трети части ногтевой пластины мы наносим цвет второй. С этой стороны цвет может быть, в принципе, любой. Мы можем взять какой-нибудь посветлее, а я вот соединяла, видите, например, с зеленым цветом, тоже прикольно смотрится, можно взять что-нибудь потемнее, но на самом деле это не принципиально важно. Итак, что мы делаем, девчат, для того, чтобы хорошо смешались два цвета? Я обычно смешиваю два цвета между собой. Я не пользуюсь акриловой пудрой. Вот, и не знаю, я как-то вот сразу изначально как бы для себя алгоритм выработала, что нужно смешать два цвета между собой. Если хотите, можете немножечко подмешать границу между верхним цветом и смешанным цветом, и между смешанным цветом и нижним цветом. Вот, подмешали немножечко, а теперь просто аккуратненько прошлись сверху вниз. От кутикулы вниз к свободному краешку. Вот обратите внимание на то, что я практически на голую типс уже, да, без всякого там камуфляжа, ну, нет, типсик у меня такой розоватый немножечко, нанесла цвета, видите, как они плотно смотрятся, как они плотно сразу сели. И даже при смешении, это я убираю на секунду типсик с экрана, потому что вытираю кисточку. Так, ну и проходимся еще раз. Ну, как правило, все покрытия всегда на клиентах делаются в два слоя, поэтому предлагаю первый слой просушить. Так, ваша самая главная задача в первом слой, девчат, конечно же, добиться плавного перехода цвета, чтобы не было резкой границы. Так, ну, я смотрю, в принципе, в принципе, нормально. Если есть какие-то погрешности, они совсем небольшие, и они, конечно же, должны перекрыться вторым слоем. А пока просушиваем 30 секунд. Просушили 30 секунд и наносим еще разочек тоненький слой. Все то же самое, сейчас буквально, девчат, подсохнет. А пока вот так вот. Это то, что мы сегодня делаем. Мы делаем с вами технику, вот так называемую НЛ-круст. Но мы не будем использовать слайдеры с рисунком, а будем использовать пластину, в которой были собраны лучшие-лучшие элементы техники НЛ-круст от Екатерины Николаевны Мирошниченко. Так, просушили 30 секунд. И теперь мы с вами дублируем еще разочек. Девчат, делаю все то же самое, только слой стараюсь сделать очень тонким. Не надо жирно наносить гирлак, ни к чему, абсолютно. За счет цветного покрытия нельзя утолщать ногтевую пластину, правильно? Вы же делаете укрепление базой, базой вы укрепляете ноготочек. А уже цвет вы наносите очень тонким, аккуратным слоем. Тоненько-тоненько намесли, быстренько вот так смешали. Примерно, девчат, от середины верхнего цвета. Кто вот не делает градиент, посмотрите, очень легко. Примерно от середины верхнего цвета, да? И вот примерно на такое же расстояние все движения кисточки сверху, вниз, сверху, вниз, сверху, вниз. Не смешали? Кисточку вытираете насухо, начисто. Все, и двигаетесь от кутикулы туда, обратно, чуть ниже. Вот вы проходите верхнюю границу, смешанную территорию, и спускаетесь вниз на нижний цвет. Также проходя границу между смешанным цветом и нижним цветом. Ну, смотрите, за один раз мы прошлись, и все красиво получилось. Так, я сейчас загляну под телефон, а то хвастаюсь, а тут, может быть, нет, все хорошо. Так, просушиваем 30 секунд. Так, и давайте добавим какой-то второй цвет. Ну, не знаю, у меня уже с зеленым есть, давайте вот такой темный добавим с той стороны. Давайте. Сейчас посмотрим. Мы сейчас посмотрим, как оно будет соединяться. Не, зелененький будет все-таки веселее. Зелененький, он просто светлее, мне кажется, будет вот с крапушками. Мне очень нравится, прикольно добавлять гель-лаки, которые с крапушками, да? Можно топ с крапушками добавить, можно какой-нибудь гель-лочок с крапушками. Так, ну давайте вот с этой стороны, да? Так, аккуратненько вот сюда вот наносим второй цвет. Ну, на самом деле, мы будем отпечатывать сейчас рисунок с помощью пластины, да? С помощью техники стемпинг. Можно было, в принципе, отпечатать рисунок вот на вот эту рыженькую, да, полосу коралловую. А потом добавить второй цвет. Ну, мы все равно потом границу закроем каким-нибудь шармикончиком, поэтому не страшно, если вдруг даже где-то что-то у нас куда-то залезет. Вот так вот. Так, я даже не буду второй слой добавлять. В принципе, с первого слоя нормально. Так, по поводу крапушек, вот мне очень нравится, у нас есть 317 номер. Вот как раз-таки гель-лочок этот можно добавить по зеленой полосе. Это будет как бы вторым, да, цветом. Оно немножечко так приглушит. Можно этого не делать, просто мне нравится. Почему нет, да? Я художник, я так вижу. Может быть, у кого-то что-то свое там. Кусочки фольги, например, выложить. Может, кому-то больше там с фольгой нравится или блесточек насыпать на липкий слой. Не знаю, просто вот эти вот крапушки, они смотрятся очень современно, мне кажется. Знаете, вот даже я как уже человек немолодой. И то мне вот, ну, заходят эти крапушки просто. И, знаете, какой-нибудь там буквально там цветочек посередине прикрепить и все на этом. Так, просушиваем. И теперь возьмем и уже поговорим. И сейчас так вот вернусь чуть-чуть. Так, вопросов тут никаких нет, просто я глаза подняла вверх. Так, все присоединились к нам. Всем здравствуйте. Так, прелесть, добрый день, супер. Я, кстати, пробовала с тэппинг красками. Меморис зеленый. Получилась красота. Ну, видите, отлично. На самом деле, как бы, мы сейчас тоже будем отпечатывать импаста. И мне очень нравится, потому что импаста же не высыхает быстро. Там можно с ней поелозиться туда-сюда. С клиенткой чай попить, и ничего не произойдет, ничего не случится. Так, ну что, берем классический набор импаст, девчат. И нам нужно подобрать цвет примерно под цвет нашего покрытия. Так, ну, вот так вот сделаю тут у меня, получается, вот так, на стекляшечку, посмотрите. Мне нужно подобрать нечто светлее, чем фон, да, чтобы рисунок оказался объемный. Значит, ну что нужно в основу взять? Ну, конечно же, в основу взять нужно желтую импасту. Взяла желтую импасту. Так, берем, выкладываем. Взяли желтенькую импасту. Так, в желтую импасту добавляем немножко, ну, красного, конечно же, да, это, по-моему, логично. Потому что желтый с красным, он как раз дает что-то оранжевое, коралловое, да, все зависит от количества. И, смотрите, вот красную импасту беру вот так на кончик кисточки, и это совсем микрокапелька. Это не то, что микрокапелька, это мини-мини-мини капелька, потому что с первого раза можно тут же переборщить. Очень сильно пигментирована импаста, поэтому... Ну вот, можно, в принципе, да, она такая получается какая-то охра, да, такой цвет охры. Вот теперь я, наверное, немножечко-немножечко добавлю еще красненького. Знаете, как много-мало, да, конечно, много. Вернусь к желтому. Так и будем сейчас, знаете, много-мало добавлять. Так, ну вот так. И цвет должен быть светлее, чем фон. Это очень важно, потому что мы будем делать рисунок объемным, он будет казаться еще объемней, если он будет чуть-чуть светлее, чем фон. Поэтому возьмем с вами белую импасту. Да, это все просто. Белую импасту добавили. Цвет станет плотнее. И, кстати, посмотрим, вот я бы все-таки красненьки бы чуть-чуть, да, вот вам не кажется? Мне кажется, вот немножечко капельку красного не хватает. Сейчас мы попробуем даже вот, я тут чуть-чуть розовой импасты, ну-ка. Вот. Док, в любом случае это уже светлее, чем фон. Так, и еще-еще, девчат, мы уже с вами упомянули сегодня, это, конечно же, гель-жидкий камень. И вот, чтобы сделать рисунок объемным, четким, чтобы это вам было удобно делать, гель-жидкий камень нужно взять больше, чем импасты. Вот поэтому я сейчас возьму вот так отдельно гель-жидкий камень. Видите, вот он густой. Так. И смешаю с импастой. Видно? Кстати, вот я проверяю на платформе онлайн-курсы от Эйми. И часто вот спрашивают, какую консистенцию сделать. Там есть такой курс на лкруст, как раз-таки, с объемными дизайнами. Вот, девчат, если вы смешиваете эмпасту с гелем-жидкий камень, геля-жидкого камня должно быть больше, чем импасты. То есть примерно две трети части – это гель-жидкий камень, а одна третья часть – это эмпаста. И очень-очень-очень хорошо размешать. Вот смотрите, я сейчас так вот тарелочку поверну. Вот смотрите, то есть вот прям вот видите, вот она прям должна вот таким вот образом вот стоять. Видите? Объем, объем. И не теряет объем. Как вы поставите, так оно и будет стоять. Видите, вот. Видите, объемная какая. Вот такой объем должен получиться. То есть вот стоит. Видите, эмпаста такая получается, такая стоячая. так все это мы подготовили теперь значит мы будем отпечатывать рисунок и как раз таки вот это вот импаста который мы намешали можно даже и чуть-чуть еще светлее сделать именно этим цветом мы с вами поставим от оттиск да то есть как бы печать рисунок перенесем вот например вот таким цветом до приближенным чуть-чуть светлее чтобы хорошо были границы видны так ну что подушечка для стемпинга непосредственно пластина будем убирать все лишнее сейчас так салфеточку приготовила это приготовила что я еще забыла она чем убрать лишнее с пластинки ну и предлагаю например взять вот такой вот красивый как раз таки узор с веточками видите вот он наносим импасту на пластину очень аккуратненько все надо убрать с экрана чтобы четко было видно так ну вот она так импасту нанесли и теперь конечно же возьмем девчат пластиночку и уберем все вот это вот лишнее я немножечко вот так заполняю заполняю пластину краской убираем все лишнее так и набираем теперь непосредственно да на наш штампик нажали и медленно подняли все вот он рисунок полностью перенесся так и мы с вами через посмотрим сейчас развернем повернем как нам будет удобнее сделать вот теперь начну сейчас вверх или вниз ладно в сторону так сейчас секундочку тихо 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 наметились отпечатали потом прекрасный отпечаток шикарно виден лишние так так как это импаста да если мы допустим там лаком делали отпечаток лаковой какой-то краской то она конечно высохла бы на воздухе но так как мы с вами отпечатывали гелевой краской без остаточной липкости в нашем случае это м-паста да мы просушиваем лампе так как обычно гель-лак слушайте там 30 секунд так ну чтобы и чем бы я еще воспользовала какой-нибудь можно здесь какой-нибудь шарми кончик наклеечки какие-нибудь полосочками я очень сильно вот мне очень нравится рамочки там золотые черные дизайны добавлять или вот полоски так они называются по моему золотые линии серебряные линии черные линии и так далее белые линии тоже как бы очень прикольный вариант наклеечки но специфическое название от эми этот шарми кончики называется и приклеиваются они конечно же девчат на топ без липкого слоя на топ без липкого слоя и вот как раз таки вот границу да мы с вами сейчас возьмем и приделаем сюда золотишечка все это дело высохла топ без липкого слоя в нашем случае это конечно же будет т-класс т-класс тонким тонким слоем тут ничего такого сверхъестественного просушил так приплеим приклеим полосочку можно знаете какой-нибудь еще там надпись какую-нибудь можно приделать смотрите я вот здесь вот тоже с помощью стемпинга отпечатала видите какие-то сладочки в хэппи видно про позитив там что-то про счастье видите вдоль линии очень прикольно смотрится так интересно дополняет да как бы основной дизайн понятно что на всех пальцах этого делать не стоит где можно купить этот гель вы имеете ввиду гель жидкий камень да на сайте можно можно в м скул в онлайне купить то есть как бы я не думаю что ты проблема какая-то есть с покупкой такого материала он очень давно на рынке еще раз покажу это я смешала м пасту гель жидкий камень еще добавила и м паста стала как раз таки густой то чем мы сейчас будем выполнять наш дизайн так прикрепляем быстренько разделительную полосу но мне нужно отделить две зоны между собой все остальные пальчики кстати в этот момент могут быть покрыты просто коралловым цветом или просто вот этим зелененьким цветом да все эти цвета из одной коллекции которые мы сегодня с вами взяли в работу наклеечка наклеивается очень шикарно самое главное что поверхность была подготовлена чтобы не было ничего лишнего чтобы она была гладкой без липкости многие мастера вытирают просто липкий слой мы все-таки рекомендуем перекрыть топом без липкого слоя в нашем случае это тэклос тэклос хотя знаете все спорят по разному читается кто-то читает так лес кто-то читает тэклес кто-то читает короче тут на букву т вот топ без липкого слоя нанесли приклеили все ну ничего больше не буду прикреплять хотя на самом деле можно так и просится вот сюда какая-нибудь вот может быть мы вспомним про то что у нас есть какие-нибудь шарные кончики такие с надписями какие-нибудь интересные сейчас буквально секундочку тут вот какие-то а вот интересный вариант сейчас помните может у кого-то тоже есть в работе такие вот по-моему курсив называется да прикольно можно например вот такой что-нибудь приклеить либо с помощью стемпинга опять же отпечатать да с помощью техники стемпинг давайте сюда чем приклеим прикольно будет берем пинцет и приклеиваем все девчат предлагаю перекрыть все это дело тупом и уже подготовиться конкретно не плане непосредственно выполнять дизайн как бы до который мы задумали а задумали мы сделать объемным дизайн мы будем выполнять дизайн по готовой поверхности и вот например вот на зеленой поверхности мы уже не будем ничего делать то есть вот эта вот часть она остается у нас уже без дизайна а здесь мы можем сделать часть именно такую которая вызвать объемным дизайном да которая привлечет к себе внимание и поэтому например вот эту часть именно где мы будем выполнять дизайн мы покроем с вами матовым топом и в нашем случае это будет вельвет топ возьму аккуратненько вельвет и вот здесь вот эту сторону аккуратно тоненьким слоем распределяем матовый топ по поверхности причем я делаю это вот до середин до полосочки до которые мы разделили две зоны до золотой полосочки а вот эту половинку я перекрою топом теклос например теклос он с глянцевым эффектом да он глянцевый топ без липкого слоя глянцевый и вот зеленая часть вместе с полосочкой будет у меня покрыта глянцевым топом и мы таким образом посочетают воду по между собой на одной многоточки все просушиваем девчат что нам потребуется дальше дальше нам потребуется кисточка тоненькая кисточка ну в нашем случае это всем до более известная кисть 5 дробь 0 5 дробь 0 и в данном случае у меня белая синтетика еще у нас есть в арсенале черная синтетическая она чуть длиннее жестче кисточка белая она чуть короче мягкая и вот данной сейчас вот в данной ситуации конкретно хорошо бы все-таки взять кисточку помягче такую тоненькую чтобы каждый отдельный элемент это был как знаете как отдельный мазочек то есть вот каждый элемент это будет отдельная капелька эмпасты смешанные с гелем жидкий камень вот и значит каждый элемент мы будем набирать отдельно на кончик кисточки и вот проставлять эти красивые такие вот листочки так значит у нас тут вопрос так с подушечки чем убираете им пасту девчат я убираю скотчем скотч вот висит у меня на столе прикрепленный и я убираю конечно скотчем потому что если обезжиривателем ну можно конечно просто подушка быстро приходит в негодность она становится мутной и не видно да как бы куда вы ставите потом дизайн где так здравствуйте здравствуйте им пасту убираю только роликом для одежды без полимеризации скотч ее не берет нет почему берет очень хорошо но просто если лак я убираю допустим нужно там один два раза прикоснуться скотчем поверхности подушечки ну а тут вот так несколько раз чпок 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 и все хорошо убирается так что это проблеме я не думаю чтобы и так дичат ну все у нас то просох так красиво но будут ли клиенты ждать пока мы мамочки сделаем это же больше творчество наценителей не конечно ради бога девчата это же техника это просто мы с вами обсуждаем технику конечно я согласна с вами абсолютно конечно же уйдет какое-то время но если вы подготовитесь как бы заранее что-то еще много как бы вот это вот это сколько мы сушим а че чем смешиваем когда тут намешано можно еще в палитре намешать чтобы готовое стояло вот не мамочки а вензелечки а мария поняла марина я поняла красиво но будут ли ждать клиенты пока мы вензелечки делаем это уже больше творчество наценители не ну конечно девчат ну как техника ну как это возьмите вот китайскую роспись возьмите жестовскую роспись возьмите такие всякие серьезные росписи которые действительно требуют времени правильно и конечно же делая более сложные дизайны нежели просто там поляпали почпокали даже градиент занимать какое-то время ну согласитесь но не может не занимать это время поэтому в любом случае просто же понимали вы допустим посмотрите на типсы вы понимаете как это сделать и может где-то какой-то элемент пол веточки там кончик веточки сделаете вот такому вот в объеме Ну, а я пока тогда продолжу. Все, а дальше, девчат, все очень просто. У нас уже готовая с вами поверхность. Так, и все, я тут пытаюсь прочитать, не буду уже времечко занимать ваши. И теперь, девчат, все, помните, да, у нас импаста, намешанная с гелем жидкий камень, просто для объема. Можно было просто чистую импасту взять, но мне просто захотелось вам показать, что вот есть такая техника, называем мы ее нейлкруст, и получаются объемные рисунки. И теперь просто каждый листик, который я вижу, это как раз-таки вот отдельно взятая капелька. Так вот я сейчас вот ставлю и смотрю, хорошо ли видно. Ну, в принципе, потом мы будем обезжиривать. А почему? Импаста у нас без липкого слоя, а гель жидкий камень, он с липким слоем. И, конечно же, надо будет после просушки убрать липкий слой с поверхности, и рисунок, который мы с вами сделали объемным, он станет матовым, и он будет хорошо очень виден. А пока я просто продолжу, надеюсь, вы понимаете, что я просто пытаюсь импасту взять на кончик кисточки и просто снять его с кончика кисточки, отправив хвостик листика как бы в сторону стебелечка. Если по ходу работы вы придумаете каких-нибудь пару листиков от себя, я вас уверяю, хуже не будет, будет даже еще интереснее. Ну, самое главное, ну, не переборщить, скажем так. Слушайте, ну, мне кажется, вот на экран пытаюсь посмотреть, у меня отсвечивает все. Да нет, в принципе, видно. Может быть, просто подзабелить чуть-чуть еще. Так, и вот даже если вы видите там, допустим, два листика рядышком, ну, превратите это в один листочек. Набираю на кончик кисточки немножко импасты, смешанная с гелем жидкий камень, ставлю на краешек листочка, чуть-чуть нажимаю на кисточку, кисточка же тоненькая, она вам не сделает никакого толстого листочка. Ну, конечно, все должно быть в разумных пределах, правильно же? Это, конечно же, дизайн, который имеет объем. Конечно же, он будет ощущаться на ощупь. И, конечно, клиенты, которые, например, вот, знаете, как бы бывает прям ковыряют, да, там что-нибудь на ногтях, конечно, таким клиентам такой вариант не подойдет. Но если вы захотите удивить какую-нибудь свою подружку, соседку, маму, то как раз-таки можно вот на одном пальчике сделать какой-нибудь вариант рисунка. Еще раз повторюсь, раньше были такие слайдеры, прикрепляли слайдер на поверхность, закрывали топом и сверху по готовой поверхности дублировали рисунок, который видим. А сейчас вот у нас вышла пластинка с полюбившимися у мастеров элементами с той знаменитой техникой Нелкруст. Видите, добавляю объемчик. Так, будут у меня, сидели бы, ехали, фонарик в помощь, присоединяюсь. Так, добрый день, Наташа. Добрый день, Ирина. Рада вам. И рада всем, в принципе. Ну, когда прямо вот так адресно прям пишут, аж прям душа как-то аж прям. Так, что такое жидкий камень? Ага, захотела сделать кому-нибудь, но мои все торопятся. Да, девчат, не вопрос, конечно же, сейчас все меняется, и время такое. Гель жидкий камень, которым я смешала эмпасту, вот такой вот гель называется. Он просто сгущает, он ее загущает, он ее делает густой, и она дает объем. И высыхает в любую толщину. Если вы просто чисто эмпастой попытаетесь сделать объемный рисунок, девчат, вверх рисунка высохнет, в серединке эмпаста не высохнет. Потом надавите на этот рисунок, и эмпаста вылезет оттуда. А вот если, например, вы смешаете с гелем жидкий камень, то объем будет очень хорошо сохраняться, и эмпаста, смешанная с гелем жидкий камень, она высыхает в любую толщину. Работа шикарная, сохранить эфир. Да, мы, конечно, стараемся всегда сохранить, Людмила. Хочу дома нарисовать, а можно заменить гель жидкий камень на что-нибудь другое? Людмила, вот у нас просто у Эми, у компании Эми, вот именно только такой один гель, который сгущает, загущает. Эмпасту, и именно вот этот вот гель жидкий камень мы используем именно вот для таких вот целей. Есть у нас еще, может быть, кто-то знает джемтигели, но джемтигель для такой техники не подходит, потому что он самовыравнивающийся, он вам не даст вот такой вот объем, который вы поставите. с первого мазочка поставили капельку, да, и, значит, от краешка листочка к стебелечку. Можно даже пройтись второй раз, потому что гель жидкий камень, он же с липкостью, с дисперсией, поэтому можно, например, подсушить и потом еще добавить объема. А я, как слышу ваш голос, сразу залипаю на эфир. Спасибо, Марин, большое. По поводу голоса, знаете, как бы я вот, ну, смотрю же тоже, как бы иногда там вот эфиры мастеров мне очень нравятся. Отмечаю себе там тоже девчонок, которые так прикольно делают, так красиво. Очень балдею, когда очень быстро, скоростные мастера. Я, например, не очень скоростной мастер, вот, а мне так нравится, когда делают быстро, четко, все движения отточены. Слушаю тоже таких, засматриваюсь на таких вот, прям не могу. Вот, поэтому есть много чудесных мастеров, которых можно послушать. И я тут недавно, подружка у меня с Москвы, мы с ней встретились в Адлере, и она говорит, смотрела твой эфир, там вот услышала голос, узнала сразу. Начинает включать меня, я слушаю и понимаю, что я себя совершенно не узнаю. То есть, короче, как там в прямом эфире голос какой-то совсем другой. Мне кажется, я какая-то в жизни понежней, что ли, разговариваю, а там прям какой-то такой серьезный. Так, ну все, девчат, я сделала объем листиком. Конечно же, когда делаешь аккуратно, как образец, оно получается чуть-чуть аккуратнее, когда делаешь вот так вот, догадываясь, что ты там провел, где ты там сделал. Немножечко мне не очень нравится, но и тем не менее техника понятна. Все, объем мы сделали, девчат, просушиваем. Ну, если бы, например, пасту просто сушили бы, то я сушила бы 30 секунд, так как я смешала с геном жидкий камень и добавила объем рисунку, то, конечно же, нужно просушить минутку. И буквально последний нюанс, штрих к этому. Значит, вот видите, там вот между рисуночком, между рисуночком такие, как белые пятнышки. А можно белую эмпасту, я тут подняла сразу голову. Так, а можно белую эмпасту смешивать, я так понимаю, с гель-лаками. Наталья, вот смотрите, эмпаста – это гелевая краска без остаточной липкости. И можно рисовать ей рисунки и под финиш, то есть на цветном покрытии нарисовать рисунок и закрыть топом. Да? Ну, финиш-топ. А можно закрыть топом любое цветное покрытие и нарисовать рисунок сверху эмпасты. Так вот, если вы будете делать рисунок под топ, эмпасту можно смешать и с гелевой краской, и с гель-лаком, и с чем угодно, потому что вы будете это перекрывать. А если вы делаете рисунок на готовой поверхности, то вы можете смешать только эмпасту с эмпастой. То есть гелевую краску без липкости с гелевой краской без липкости. И если, например, на ваш взгляд, вы взяли, может быть, вы не работаете, допустим, там, гелевой краской без липкости от компании Эми, нашей импастой. Может быть, вы работаете какой-то другой, вам кажется, она очень густой. Вы должны четко формулировать описание материала, то есть гелевая краска без остаточной липкости. Чтобы сделать ее чуть-чуть жиже, ее нужно смешать банально с топом без остаточной липкости. И тогда этот материал действительно будет стоять, будет блестеть на готовой поверхности. А если вы делаете рисунок под финиш, то есть вы рисунок нарисовали и закрыли его топом, то, в принципе, в этом случае вы можете импасту смешать с любым гель-лаком, с любой гелевой краской без проблем. Так, а мы пока с вами просушили все это дело, пока разговаривали. Теперь, девчат, еще раз, мы делали рисунок объемным. Можно было просто отпечатать стемпинг, там в технику стемпинга отпечатать рисунок и оставить. А мы делали рисунок объемным и смешивали импасту с гелем жидкий камень. У импасты липкости нет, а вот у геля жидкий камень липкость есть для того, чтобы для связки, да. И поэтому мы берем обезжириватель и обязательно убираем липкий слой с поверхности. Очень хорошо обезжириваем. Так, ну у меня тут вот только салфеточка есть. Сейчас я обезжириваю. Объемный дизайн становится, видите, матовым. Так, все вытираем. Липкость вытираем. Если вдруг, потрогайте, вот, если вдруг где-то что-то, какой-то кончик листика, где-то вот капельку, где-то там колется, да, чтобы, ну не дай бог, там не, чтобы клиентка там не поцарапалась там и так далее. Можно же, конечно же, взять бафик, бафик, ну какой-нибудь мягенький, просто вот так немножко сверху, немножко сверху взять и убрать какие-то острые колючки. Все, вот он теперь объемный, но при этом ничего нигде не цепляется. И последний штрих к такому дизайну, девчат, можно взять немножечко белой импасты. Я вот прям пальцем, чтобы быстрее, немножко белой импасты, буквально вот так на пальчик. Так, и просто аккуратненько потрогаю вот верхушечки белой импастой. Видите, так вот отпечаток пальчика поставим. Все, и теперь, видите, вот как бы позабелилась, да, верхушечки позабелились наших листиков. Все, и теперь, девчат, просушиваем, просушиваем, ну еще 30 секундочек. Так, а я пока, что с белым налетом, вас перебили. Я буду уроки в этом, сейчас секундочку возвращаюсь. Так, смешивать с гель-лаками я уже соответила. Учусь в школе Эйми, топ-мастер. А будут уроки в этом курсе с вашими дизайнами. Людочка, там курсы на платформе, те, которые снимала Екатерина Николаевна Мирошниченко. Поэтому курс NailCrust, там вот эта же техника, да, со смешиванием геля-жидкий камень, дизайны. И, кстати, вот на пластинке можно как раз таки, если, например, нету слайдеров для выполнения дизайна, можно как раз таки обойтись вот этой пластиной. Потому что на этой пластине есть все рисунки, которые представлены как раз в курсе NailCrust. И, конечно, курс отснят с Екатериной Николаевной Мирошниченко. Так, а что с белым налетом? Вас перебили. Я, что с белым налетом, Мариночка? Я взяла белую эмпасту. Видите, просто взяла вот так вот на пальчик. И просто белый налет поставила вот так эмпастой сверху. Видите, как будто такое вот патинирование, да, грубо говоря. И просушила в лампе. Так, ответила. И получается такой вот красивый белый налет. Так, также в эмпасту можно сухой пигмент добавлять, пишет нам Маша Павлова. Но без фанатизма и без объема. Да, на самом деле, можно, например, имея белую эмпасту и несколько каких-нибудь пигментов, особенно неоновый классно. Неоновый желтый, неоновый красный, розовый, синий. И можно эмпасту подмешать с пигментами, сделать желаемый как бы цвет, желаемый результат. Добрый день, сколько не смотрю, никогда нет жидкого камня в магазине в наличии. Никак не купить. Девчат, ну вот в Ростове точно есть как бы. Я думаю, что надо просто, я думаю, что должно быть на сайте, надо просто посмотреть. Никогда нет жидкого камня в магазине в наличии. В магазине, вы посмотрите на онлайн все-таки, онлайн-магазин, онлайн Эми. О, последний штрих, вообще супер. Вот да, мне тоже для отработки уроков панел Крусту надо в его наличии нет. Жидкий камень есть на Озоне, только другой производитель. Ради бога, девчата, это же как бы все, кто проходит курсы в онлайне, девчат. Значит, если, например, нету какого-то материала, это не обязательно, что вы должны взять именно такое. Абсолютно. Я, например, всегда говорю, вы можете выполнить задание без наклеек. Которые, например, в уроке, да, там не обязательно такие же наклейки. И вообще не обязательно наклейки. Можно просто выполнять дизайн. Можно купить наклейки, не тратить их на выполнение задания, понимаете. Нужно как бы... Гель-лак это не такой там расходный материал, который сильно потратится, допустим, там, когда вы тренируетесь. А наклеечки всякие, дополнительные декорации, как бы можно не употреблять. Вот. И если, например, нету какого-то геля, например, ну, возьмите какой-то другой, действительно, что-то похожее, да. То есть, как бы он должен быть густой, он должен, как бы, делать эмпасту гуще, но никак не жиже. Все, не могу больше разодорить, хочу такой дизайн кому-то сделать. Замечательно. Ну, думаю, что у многих старых мастеров такой материал, конечно, есть. Так, ну, мы вот так вот сделали, видите, очень красиво. На самом деле, это было, как бы, сколько-то лет назад, я уже даже не помню. И вот этот вот вышел курс Каданел Кру. Знаете, девчат, это было что-то такое прорывное, да, такой прорыв. Это было так интересно. Рисунок можно выполнить эмпастой в чистом виде, без геля-жидкий камень. То есть, это абсолютно ничего не значит. То есть, если, например, ну нету, вы просто, вы можете сделать объем. Кстати, вот этот вариант, вот цветочек, видите, вот цветочек, тоже отпечаток с этой же пластины. Так, где он? Вот он, этот цветочек, видите, вот я на него показываю. Вот, и я точно так же сделала отпечаток, закрыла топом, причем глянцевым. А вот то, что вы видите, это эмпаста в чистом виде, в чистом виде, без геля-жидкий камень. Видите, тоже по-своему прикольно получается. Глянцевый цветочек на глянцевом фоне. Очень классно. Ну, а здесь просто, чтобы хотелось передать немножечко объему. Ну, спасибо всем огромное. Мы сегодня с вами познакомились, ну, по крайней мере, уже многие знакомы, да, вот с таким интересным очень сочетанием цветов, которые вошли, шесть цветов, с которых зашли в новый набор гель-лаков от Эми. Пластина для стемпинга, в котором есть вот такие всякие узоры и цветочки. Ну, и вспомнили вот такую технику, которая называется Нелкруст. Так, вообще супер, красиво. Спасибо вам большое, Наталья. Спасибо вам, девчат. Так, Марина, вы сделайте на своих ногтях этот дизайн. Потом очень много кто попросит сделать его так же. Да, кстати, всегда так. Если какой-то гель-лак стоит и мертвым грузом не расходуется, покройте себе с красивым топом глянцевым. Обязательно клиенты обратят на это внимание. Да-да, сейчас пойду рисовать, я пока не буду сделать у нее успокоюсь. Спасибо, спасибо. Девчат, все, спасибо вам огромное. Мы уложились в наше время. Вам всем удачи, здоровья и побольше денежных клиентов. Всего хорошего. До встречи в следующий четверг. До встречи в следующий четверг.